Ребят, всем привет! В этом видео я буду делать распаковку, сумасшедшую распаковку смартфона Причем это китайский смартфон за 466 долларов Друзья, сколько-то в других валютах вы сейчас увидите на своих экранах Конечно же, я не настолько сумасшедший, чтобы отдавать такие большие бабки за китайский смартфон Чтобы вы понимали, этот смартфон стоит как 1 бэушный iPhone X, 2 Samsung Galaxy S8 Plus бэушных И 5, ровно 5 бэушных Xiaomi Redmi Note 7 Если взять новые, то за цену этого смартфона можно купить 3 новых Redmi Note 7 То есть здесь просто аппарат, который должен быть, ну просто пушка вообще Судя по отзывам на том же AliExpress, смартфон вообще ни о чем не знает Соответствует ли он в своей цене или нет, мы сейчас с вами это все узнаем И хочу вам сказать о том, что эту посылку, конечно же, я не покупал Мне ее прислали на обзор В данный момент, когда они ее отсылали, он стоил 466 долларов Это версия 8.128, а версия 8.256 стоила и вовсе почти все 500 Сейчас, пока эта посылка ко мне ехала, это было начало коронавируса Сейчас уже вирус закончился, и посылка только доехала И получается, в пути она была 4 месяца За 4 месяца цена упала на 100 долларов То есть сейчас этот смартфон, если не ошибаюсь, стоит где-то 360 с чем-то долларов Друзья, давайте не будем гадать Сейчас зайдем на e-каталоги, посмотрим, сколько стоит данный смартфон Вводим S95 Pro У нас на 128 гигабайт И как мы с вами видим, цену начинается от 25.439 до 29.560 Здесь вы видите характеристики У нас получается процессор восьмиядерный Mediatek Процессор не сильно слабый, но и не сильно, конечно, мощный Аккумулятор у нас 5.150 Вес смартфона аж 285 грамм Модуль у нас 3 Оперативы 8 Ну, экран 6 и 3 дюйма То есть достаточно такой хороший Если мы хотим, можем посмотреть все характеристики вот здесь И как вы видите, этот смартфон стоит 25.439 только в одном магазине В других он стоит дороже То есть вот тут почти 28, здесь 28, а тут вообще почти 30 тысяч То есть достаточно дорого, я хочу сказать Давайте перейдем в подбор по параметрам Посмотрим, какие у этого смартфона есть конкуренты среди популярных брендов Цену ставим 25 тысяч И поставим до 30 тысяч Выбираем разрешение экрана от 6.1 до 6.5 Чтоб памяти было так же, как и у нас тут 28 Оперативки пусть будет 8 Ну и в принципе и хватит Давайте посмотрим, что у нас тут есть Значит за эту цену мы можем купить Mi Note 10 Lite Realme X2 Pro Oppo Reno 3 И внешний вид, конечно, у этих смартфонов намного красивее И, конечно, они будут мощнее Но дело в том, что этот смартфон, он на любителя, ребят Он не для молодежи, которая там в школу, домой погулять, тусить и так далее Это для тех, кто ходит в походы, на рыбалку и так далее То есть по сути у этого смартфона конкурентов нету Окей, ну все, мы поняли, с ценами все понятно Давайте продолжим распаковку Ссылку на этот смартфон оставлю в описании А также свое мнение про этот смартфон Друзья, обязательно Отпишите мне в комментариях Ну что ж, давайте распакуем Посылку посмотрим, что же тут за Такой монстр Который стоит так дорого Кстати, друзья, пока не забыл За то, что эта посылка Ну, они здесь указали цену больше Я живу в Беларуси Они указали на посылке цену 80 долларов Спасибо им, конечно Потому что если бы они указали Действительную стоимость Я бы заплатил огромную пошлину Но за то, что они написали, что здесь 80 долларов Я заплатил еще 80 долларов За пошлину, ребят Прикол просто вообще Что делает государство, я не могу понять Посылка стоит 80 Я заплатил действительно Вот если перевести на доллары Здесь было на момент получения То есть курс вырос И с меня взяли почти 80 долларов За посылку, которая стоит 80 долларов Это просто вообще В голове не укладывается, конечно Такое Ну да бог с ним То есть этот смартфон вообще Если прибавит к 366 плюс еще 80 Что я заплатил Будет просто космическая сумма Так, наконец-то Запаковали от души О боже, ребят Данная посылка весит Кило 300 Один килограмм 300 грамм Итак Обалдеть Какая огромная коробка, ребята Ребята Это просто пушка Он очень тяжелый Кило 300 весит коробка, друзья Ну что ж Давайте распаковывать И смотреть, что там внутри Ну что могу сказать Первые впечатления о коробке Это, конечно, то Что китайцы так и не научились Делать коробки красивые И по первому впечатлению Коробка выглядит очень-очень дешево Сильно убого Ага, ага Здесь у нас еще одна коробка И в этой коробке уже оказывается телефон Ничего себе Естественно Опа, это что такое? Ага, о боже мой Ребят, этот телефон меня сегодня удивляет Значит, здесь, я так понял Сам телефон World Modular Phone А, кстати, этот телефон Он имеет модули, ребят Возможно, здесь вот так много весит Значит, здесь у нас что-то еще Я не знаю, что там Наверное, телефон А здесь у нас Что у нас здесь, ребят О май гад Это модуль, друзья То есть телефон Одеваешь сюда И у тебя будут настоящие колоночки Ребята Обалдеть, я такого точно не ожидал Это просто пушка Такого вы точно не видели Друзья, распаковка действительно Интересная, это что у нас? Дополнительный чехол Ребят, вот это крутяк Одел сюда И у тебя есть дополнительный кейс С повар-банком вообще крутяк сколько здесь у нас 3850 миллиампер здесь супер супер так что тут еще бумажка и тут бумажка короче ничего более пока интересного нету давайте мы сейчас перейдем к распаковке самого телефона и так вот здесь сам телефон и давайте посмотрим я естественно испугался спера потому что коробка огромная подумал что телефон сейчас тоже будет огроменный но нет оказывается у нас тут модуль есть ребята модули отлично так здесь есть честно но коробка тоже да то же самое ну но некрасиво честно но можно было как-то ярче то все сделать уху так сам телефон о боже посмотрите на телефон друзья телефон этот противоударный если кому-то из вас показалось что телефон в чехле то нет ребят он не в чехле это вот так вот выглядит телефон на экране защитное стекло на нет это пленка значит вот собственно выглядит таким вот образом телефон боже мой посмотрите здесь sim карта болты здесь ребят он и так сам по себе огромный а если его одет в дополнительный модуль то это будет вообще наверное уже просто издевательство к это о ребят все она кстати на магните офигеть вот таки с такой вот с такой трубкой ходить в двадцать первом веке конечно это это нечто это просто я не знаю что так как отлепить давайте еще попробуем одеть чехол посмотрим как с чехлом все это дело и так вот кстати пошла зарядка уже с чехлом это все дело выглядит таким вот образом кстати он был разряжен по ходу давайте его зарядим знаете ребят прикольно то что это все дело магнититься и телефон вот если там это вот так вот держим то эта штука не падает очень очень хорошо ну что же давайте наверное мы отсоединим потому что здесь зарядки уже достаточно 80 процентов так этим это все дело отсоединим я ребят что сейчас делаю сейчас мы его включим быстренько пройдемся по менюшке и после этого я какое-то время попользуюсь этим смартфоном и после этого уже вам расскажу свои впечатления то есть как он уже себя показывает на деле ну что ж огромная надпись дуги поварит бай android единственный знаете минус у китайцев конечно это то что у них нету поддержки обновления то есть вот он сейчас например на android 9 но максимум обновиться до android 10 и все больше они его уже не обновляют итак давайте найдем русский язык ну все как обычно голый android возможность минимальной оболочкой в стиле дуги так отпечаток мы не будем сейчас настраивать экран здесь 6 и 3 дюйма ребят а значит 128 гигабайт встроенной памяти и 8 гигабайт здесь у нас оперативная память ну что ж да здесь у нас оболочка от дуги такая вот небольшая надеюсь что кнопки эти можно убрать потому что они здесь не в тему экран 63 как я уже сказал но в целом вроде как неплохо конечно это телефон подойдет для тех кто любит ходить в походы на рыбалку до разбивать гвозди и так далее для обычных скажем так молодых людей вряд ли это подойдет хотя есть молодые которые тоже вот занимаются всем этим делом настройки работать еще где-то и для них этот телефон просто будет огонь ну что ж давайте снимем вот эту вот пленочку ну что ж в целом аппарат вроде с виду неплохой так это что у нас за кнопка так друзья вот это что за кнопка я пока не знаю пока не знаю что это за кнопка но здесь у нас можно вставить sim карту а также можно вставить микро sd карточку сюда наставляется первая sim карту сюда вторая и так что у нас здесь здесь у нас микрофон внизу у нас зарядка usb type-c вот пожалуйста для наушников разъема здесь нету ну и собственно все динамик у нас получается сзади вот здесь сзади выглядит телефон вот таким вот образом здесь у нас три модуля камеры один из них на 64 мегапикселя остальные я еще толком не смотрел друзья но обязательно после того как я попользуюсь я вам все это дело а покажу и расскажу как здесь камера ведется как звук там и так далее потому что на алиэкспресс есть жалобы от покупателей и посмотрим действительно ли это так или нет так давайте мы быстренько сейчас глянем что дальше здесь у нас так скрепочка что еще так ага вот у нас идет пленка в комплекте друзья ну и документация так и здесь у нас кабель кстати скрепочка здесь кабель ну и зарядка все собственно такая вот зарядка быстрая ну что друзья буду тестировать и потом обязательно с вами поделюсь своем мнением как этот аппарат ведет себя при обычном использовании если какие-то минусы или нет ну что друзья я думал что я буду пользоваться этим аппаратом пару дней и сделаю для вас продолжение расскажу свои впечатления но прошло уже около недели я этот телефон пустил на рестерзание ребенку и сам в то же время мучил то есть полдня он мучил полдня я много всего накачали и как видите вот здесь вот надпись была она стерлась больше в принципе ничего ну понятно пленка тоже тут поцарапалась да но в целом аппарат действительно очень живучий у него есть огромное количество плюсов поэтому я сейчас плюсы не буду вам говорить я расскажу вам о минусах этого смартфона и все о чем я не сказал это будет его плюсы первый минус данного смартфона это его цена но я лично считаю что цена слишком завышена когда этот смартфон вышел он стоил четыреста шестьдесят шесть долларов и за китайца я считаю что это было дорого сейчас цена упала триста шестьдесят шесть долларов но все равно я считаю что это дорого ему мне кажется с его процессором с оперативной памятью на оперативки вроде восемь да хорошо скажу вам честно что вот какие бы игры я не запускал смартфон ни разу не подлагивал то есть он справляется со всей задачей но несмотря на все это я считаю что цена действительно завышена ему красная цена как по мне так это где-то сто восемьдесят долларов вот сто восемьдесят долларов за этот смартфон я считаю это просто супер далее для меня было непонятно вот это вот кнопка кнопка соус типа но зачем она вообще здесь нужно я не знаю следующее телефон то что он толстый это все понятно ребят этот телефон для тех кто ходит на природу в лес в коры там и так далее этот телефон не для обычных ребят молодых которые там гуляют ездят тусуются понятно для вам подойдет айфоны всякие да самсунги этот телефон не для вас поэтому в комментариях не нужно писать что данный телефон и отстой если такой никогда не куплю оно и понятно что ты не купишь потому что этот телефон не для той категории которому относишься ты следующий минус это сканер отпечатка пальцев он находится здесь он максимально находится внизу и вот смотрите обычному телефон берем вот так то есть ну вот вот я его взял вот отпечаток чтобы дойти до отпечатка нужно вот вниз опуститься и вот он пожалуйста то есть но это очень неудобно обычно все производители стараются делать так что ты вот взял телефон в руки и сразу мог разблокировать по отпечатку но где-то вот обычно вот здесь на этом уровне как например на samsung galaxy s10e ну или же вот здесь вот хоп вот так но никак не вот здесь поэтому отпечаток пальцы я им кстати не так ни разу не попользовался потому что но это очень неудобно то есть что он есть что его нету тем более что поскольку он влагозащитный отпечаток спрятан внизу и до него и он срабатывает не с первого раза поэтому минус цена отпечаток ну и может быть сейчас будет придирка но если честно телефон довольно таки толстый и могли бы сюда аккумулятор поместить хотя бы там тысяч на шесть половиной было бы очень даже неплохо а по поводу модулей да это конечно в какой-то степени как поиграться но когда ты на природе действительно модули тебя спасает аккумулятор дополнительный и плюс колоночка это все супер поэтому телефон получился действительно очень интересным очень я бы сказал удачным единственное что надо быть цену снизить и все на по поводу экрана камеры и так далее я могу сказать следующее дешевизна она чувствуется то есть вот ты смотришь на экран ну и вот как будто не хватает цветов насыщенности вот ощущение что ты задыхаешься вот это есть до дешевизна здесь присутствует конечно ну и камера но камера здесь если честно но так себе то есть для каких-то качественных фотосъемок она конечно же не подойдет но так разве что что-то там запечатлеть срочно и в таких моментах камера конечно вам поможет поэтому камера ну возможно это из-за того что у меня есть дорогие смартфоны и в них камера выглядит намного лучше я привык ним может для того кого телефон был до этого еще хуже для него камера покажется вообще космос но я говорю как есть но камера так себе опять же не хватает насыщенности цветов в целом аппарат хороший но своих денег я считаю что он не стоит пишите свое мнение в комментариях считаете ли вы что этот смартфон должен стоить около 180 долларов и согласны ли вы с моим мнением совсем тем что я сказал про этот смартфон всем спасибо пока